МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сорок дней без социальных сетей. Возможно ли это? А вот я и попробую. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наступил Филиппов пост 28 декабря. Первый день Филиппова поста. Еще называемого рождественским постом, то есть 40 дней перед Рождеством Господним, будет длиться христианский пост, православный пост. И я решил на это время отказаться от социальных сетей, за исключением разве что моего уютного канала на ютубчике. На неменее уютном ютубчике. Получится ли это у меня? Хватит ли силой воли? Надеюсь, что хватит. Надо попробовать. Интересно то, что на просторах уютного ютубчика я обнаружил ряд роликов 30 дней без соцсетей. Ну, были и недели без соцсетей, и две недели, и 30 дней без соцсетей. И почему-то большинство авторов этих самых роликов заявляют о том, что они из своих телефонов, планшетов, компьютеров удаляют учетные записи социальных сетей, чтобы не входить в них. А вот я не считаю нужным это делать. Я просто не буду их использовать. Ну что, сегодня 28-й день ноября, и сегодня я начинаю попытку на 40 дней на время Филиппова поста отказаться от социальных сетей, но, как я уже сказал, за исключением уютного ютубчика. Но я его и не использую как развлечение или как времяпрепровождение, в общем-то. Я больше смотрю там материалы образовательного, познавательного характера и то, что мне нужно профессионально. Итак, начинаю 40 дней без социальных мереж. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Работать со старыми газетами легко и приятно. Потому как именно периодическая печать это главный источник любой краеведческой и исторической информации по крайней мере в 20-м веке. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сегодня я поработал в Краевой научной библиотеке имени Семена Крашениев. Субтитры сделал DimaTorzok Почему я говорю Семёна? Еще раз повторюсь. В издании «Описание земли Камчатки» вступительное слово начинается словами великой русской ученой Семен Крашениев. Итак, в фондах Камчатской краевой научной библиотеки имени Семена Крашенинникова сегодня я работал с Корякской межколхозной газетой. Вы только что видели, как я с этой самой газетой работаю. А теперь двинусь дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я давно не показывал столицу Камчатского края с высоты птичьего полета. Поэтому сегодня поднял в воздух летучий фотоаппарат в районе Сухарного. Так раньше называлось это место. В районе нынешней 16-этажки, которая где-то видна за моей спиной. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...